МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Екатерина Збинько. Здравствуйте. Беларусь в центре решения глобальных мировых проблем. Около 150 международных экспертов сегодня обсуждают в Минске изменение климата. Это своего рода продолжение парижского разговора. Напомню, в декабре прошлого года во Франции с участием мировых лидеров прошла конференция ООН, на которой принято рамочное климатическое соглашение. Оно закрепляет основные принципы глобального действия после 2020 года. Минская встреча станет первой по разработке сценария мер для прекращения потепления на планете. Предыдущая декларация была принята 10 лет назад, и сейчас, спустя 10 лет, много что произошло, много технических новшеств, разработок. Поэтому в 2016 году мы принимаем новую, и мы делаем это здесь, со всеми профессионалами в этой отрасли. Это, мы считаем, большая честь для нашей страны, потому что это очень представительное мероприятие, в которое участвуют более 150 экспертов из 195 стран мира. Это начало трехлетнего этапа подготовки документов по разработке методологических основ для контроля за изменениями климата. На конференцию в Минск прибыли делегаты правительства СЕС, США, Канады, Австралии, Латинской Америки, Азии, Африки. Им предстоит с участием экспертов из нашей страны начать разработку глобальных действий по выбросам парниковых газов и адаптации к изменениям климата. Накануне осени в Беларуси разгулялось лето. Из-за жары синоптики сегодня объявили оранжевый уровень опасности. На юге страны ожидается до плюс 33, но к ночи ветер поменяется на северный, а потом и северо-западный. Он принесет прохладу. Уже завтра должна установиться комфортная для последних дней августа и первых дней учебного года погода. В Минске температура воздуха не будет превышать 22 градусов. Менее двух недель осталось до парламентских выборов в Беларуси. На нынешние недели избирателям будут разосланы приглашения на участки для голосования. Вместе с ними информационные материалы о кандидатах в депутаты Палаты представителей. Они уже изготовлены всеми окруженными избирательными комиссиями. Отмечу, что в Беларуси насчитывается свыше 7 миллионов избирателей. Забоевать их симпатии кандидаты могут в телеэфире. Их выступления транслируются в том числе на СТВ. Сегодня на нашем канале стартует самый острый этап агитационной кампании. Кандидаты в депутаты Палаты представителей получат возможность оспорить оппонента в интеллектуальной дуэли. До 2 сентября в вечернее время будут транслироваться теледебаты участников политической гонки. На этот шаг решились не все. К слову, порядка 15% претендентов на место в парламенте отказались и от телевыступлений. В Нью-Йоркской штаб-квартире ООН сегодня пройдет тайное голосование, которое определит главного и единственного кандидата в будущее генеральной секретаре этой организации. Нынешний генсек Пан Гимун хотел бы передать бразды правления женщине, но пока наиболее вероятным его преемником остается экс-премьер-министр Португалии Антонио Гутерриш. В списке претендентов 10 фамилий, 5 принадлежат женщинам и 5 мужчинам. Голосовать будут представители 15 государств, членов Совета Безопасности ООН. Но и на любое решение по этому вопросу могут наложить веты делегаты от пяти стран, которые являются постоянными членами Совбеза. Ровно в полночь, то есть с учетом разницы во времени, несколько часов тому назад, вступила в силу бессрочная перемирия в Колумбии. Теперь в стране осталось провести референдум, который окончательно утвердит мирное соглашение правительства с повстанцами. Голосование это назначено на 2 октября. После этого гражданскую войну в стране можно будет считать оконченной. Она продолжалась более 50 лет с начала 60-х. В ней погибло 220 тысяч колумбийцев, 5,5 миллионов стали беженцами. Именно гражданская война привела к расцвету наркопроизводства и наркоторговли в стране, превратив Колумбию в государство планетарного лидера по объемам экспорта кокаина. В Луизиане случился трагический дорожный инцидент. Здесь столкнулись легковой автомобиль и автобус. Погибли на месте двое. 41 человека пришлось с тяжелыми ранениями отправить в больницу. Несправедливой судьбы заключается в том, что автобус был полон добровольцев, которые направлялись в штат Луизиана, чтобы оказать помощь тамошним жителям в ликвидации последствий недавнего наводнения. Стихийное бедствие уничтожило или повредило 60 тысяч домов. А теперь вот стало косвенной причиной гибели и увечий еще нескольких десятков американцев. На Гавайях закончился годичной продолжительностью эксперимент, в ходе которого имитировались жизнь и работа землян на Марсе. Шестеро ученых из Германии, Франции и Соединенных Штатов провели год в изолированном помещении, которое представляло собой модель марсианской колонии. Расположено было это строение на склоне действующего вулкана, а электричество обеспечивалось благодаря солнечным батареям. За пределы псевдостанции ученые выбирались лишь в тяжелых скафандрах. По итогам симуляционного эксперимента выяснилось, что долгое, по меньшей мере годичное автономное существование людей на Марсе возможно. Осталось лишь найти способы отправить человека туда. Олег Романов, телекомпания СТВ. Витебске разыграли кубок виртуозов руля. Впрочем, соревнования по фигурному вождению автомобиля на время – это не столько борьба, сколько еще одно напоминание о безопасности дорожного движения. Накануне 1 сентября это особенно актуально. Организаторы перед каждым заездом просили участников включать ближний свет фар. О правильном поведении на дорогах напомнили и зрителям, которые пришли посмотреть на гонки. Нужно быть очень внимательным, нужно видеть не только просто дорогу, просто полосу, а надо видеть все, что вокруг тебя находится – и сзади, и справа, и слева. Не всегда все от вас зависит. Иногда случается что-то, о чем вы не могли предвидеть, или какой-нибудь форс-ванджор, кто-нибудь там вылетел на стречку. Поэтому, да, чем больше тренировки, тем лучше. Когда поездишь на соревнованиях, то адреналин выходит, и потом уже ездишь более спокойно. Ну, проходит какое-то время, и снова хочется на соревнования. «Минск с неба» – уникальная выставка. Откроется сегодня в столице. Увлеченные аэросъемкой, авторы, делающие потрясающие видео и фото, что называется, на лету, представят свои работы в национальной библиотеке. Проект приурочен ко дню города и покажет интересные места столицы с нетипичного ракурса. Атмосферные шедевры талантливых мастеров аэросъемки находятся в топе лучших. Это хиты интернета, которые набирают десятки тысяч просмотров. На этом у меня все. Следующий выпуск в 13.30. Я прощаюсь с вами до этого времени.